Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на канале Машины Рекордс. И я, конечно же, предвосхищаюсь и ваши возгласы о том, что вот оно! Наконец-то история продолжается, то есть, продолжаются выпуски, посвященные истории группы Bad Boys Blue, да еще и потому, что мы так немножко в перепутанном порядке о них рассказываем. А сегодня мы, собственно говоря, поговорим о начале карьеры Bad Boys Blue, о ее классическом составе и первых трех альбомах этого коллектива. Итак, поехали! Bad Boys Blue. Как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, как писали, собственно говоря, классики отечественной литературы. Любовь к этому коллективу в нашей стране настолько неизбывна, что мы продолжаем ходить на концерты всех приезжающих к нам вокалистов этого коллектива. А вокалистов было достаточно много. Мы с теплом в сердце и в душе храним все их песни. Ни одна ретро-радиостанция не обходится без Юра Вумен. Единственное, чем, так сказать, удручен и отмечен, тем, что он всегда находился под номером два. Потому что вот никогда не удавалось Bad Boys Blue перепрыгнуть популярность современного разговора, или же Modern Talking. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, какая из евродискогрупп все-таки самая популярная. Modern Talking, Bad Boys Blue или, например, Silent Circle. Самая популярная именно для вас. Да, мы не говорим про хит-парады, в которых они все занимали определенные места. Но что в вашем сердце находит определенный отклик, нам всегда будет интересно. А может, это будет какой-то четвертый коллектив, который я не перечислил в этой цепочке. Что ж, а сегодня мы говорим о детищах Коконат Records группе Bad Boys Blue, которая впервые появилась перед зрителями в 1984 году. Надо напомнить, что такое Коконат Records и чем он, в общем-то, знаменит и известен широкой публике. Собственно, это лейбл, основанный продюсерской парой Тони Хенрика и Карин Хартман, которые были и музыкальными продюсерами, и аранжировщиками, и авторами песен, так сказать, в одном лице. И достаточно знакомы нашей публике по совершенно разным проектам, таким как Bad Boys Blue, Hardaway, Full Tanks, London Beat. Начинался, в общем-то, Коконат Records, и первый их такой известный проект, который больше всего любят и знают в нашей стране, это девичье трио Alacart. Который стал, собственно говоря, такой моделью Хенрика Хартмана, снятый с не менее популярного коллектива «Арабески». Кстати, с «Арабесками» Alacart связывает еще и то, что клавишником, одним из первых клавишников Alacart, был Михаэль, Мишель, Майкл, Крытью. Кому как удобно, на каком языке. Да-да-да, тот самый Майкл Крыту, который будет, собственно говоря, продюсером и автором вокалистки группы «Арабески» Сандры, группы «Энигма» и многих других проектов. Вот так вот традиционно все между собой связано. А если вы любите такие связи еще более глубокие, то отметьте и сингл проекта «Монза». Видите вот этого блондина? Да, это Дитро Болин, просто он еще не был так популярен. И его первый, собственно говоря, сингл, его первый проект «Монза» точно так же выпускался на «Коконат Рекордс» и был спродюсирован Тони Хенриком и Карин Хартман. Вот такая вот интересная история. А мы попадаем в 1984 год, когда для нового написанного, так сказать, сингла, который назывался «Love in my car», ребята стали искать себе исполнителя. Они рассчитывали на то, что этот сингл будет, что называется, продюсироваться на мировой рынок. И понимали, что нужно, чтобы исполнение на английском языке было без акцента. Потому что они придавали этому определенное значение. И познакомились с выходцем из Соединенных Штатов Америки Эндрю Томасом, который работал диджеем в клубах Германии. И, собственно говоря, обладал достаточно приятным, интересным тембром. И его пригласили, собственно говоря, для записи и участия в новом проекте. Поскольку казалось, что одного, так сказать, участника не хватает, нужно, чтобы была какая-то картинка. Эндрю Томас порекомендовал своего приятеля Тревора Тейлора выходца с Яманьки, который пел в разных регги-коллективах. Обладал также как экстравагантной внешностью, так и достаточно правильным английским языком. Надо отметить, что до этого Тревор Тейлор успел поиграть даже в таком известном регги-коллективе, как Юби Фотти. И несмотря на то, что Тревор Тейлор был старше Эндрю Томаса аж на 10 лет. В общем-то, они как-то вместе сложились. И для поддержки Тревор Тейлор позвал другого своего знакомого, которого мы тоже все прекрасно знаем. Это Джон Маккинери, урожденный британец. Поэтому в новой западно-германской группе было три участника. Каждый из которых был носителем английского языка и совершенно не был германцем. Новый трек был спродюсирован, «Low in my car», и вышел сингл в 1984 году осенью. Поскольку Эндрю Томас приоднимал непосредственное участие не только как вокалист, но и как человек, который, в общем-то, первый зашел в этот проект. И был он, напомню, диджеем. Помимо своего голоса он и привнес в трек определенное какое-то музыкальное влияние. Слегка настаивая на том, что трек должен быть рассчитан на клубы. Ну, собственно говоря, ориентир Эндрю Томаса оправдался. В клубах песня была популярной. Но как хит в плане хит народный, песня не сработала. То есть клубные чарты синглу поддались, а вот, к сожалению, чарты народные не сработали. И тогда новый сингл нового коллектива, который получил изначальное название «Bad Guys», но потом был переименован изначально в «Bad Boys», а затем уже и в «Bad Boys Blue». Причем «Bad Boys Blue» не означает, да, мы повторимся, что не означает какую-то либо ориентацию музыкантов, а слово воспринимается как аналог слова «грустный». Карин Хартман, придумавшая название «Bad Boys Blue», собственно говоря, попала под влияние того, что первые концертные костюмы, которые были сделаны для ребят, это были голубые такие пиджаки. Они есть в первой, соответственно, фотосессии и на первых записи их выступлений. Собственно говоря, увидев их в голубых пиджаках, название, собственно говоря, и родилось. Тем более, что вот эта вот литерация из трех повторяющихся букв тоже, в общем-то, донесла в себе определенный правильный такой посыл. Итак, следующим хитом стала композиция «You're a Woman». Сказать, что она сделала ребят популярной, это не сказать ничего. Манера исполнения Тревора Тейлора значительно в лучшую сторону отречалась от вокальной работы Эндрю Томаса. Это было такое поп и регги, и евродиско, и его внешность была тоже очень интересной. Все это в целом сыграло на руки новому коллективу. Так что композиция добралась до восьмого места Германии, до первого места в Австрии. И, в общем-то, по всей Европе шагала семимильными шагами. В общей сложности в сорока странах она была топ-тен хит-парадов этих стран. Композиция была очень популярна везде, включая нашу страну. Появилась версия, исполненная Сергеем Минаевым, вошедшая во льбом «Малушта». Сергей Минаев тут же стал звездой Министерства культуры Советского Союза, потому что на уровне с прожженными рокерами Сергей Минаев попал в список запрещенных артистов о том, что песня «Юра Вумен» Вася Мэн, собственно говоря, порочит советский строй и не должна слушаться советскими слушателями. А группа продолжила свое, так сказать, пламенное восшествие на танцевальные Олимпы. И вслед за «Юра Вумен» Свет увидел следующий сингл с предстоящего первого дебютного альбома группы. И сингл это был «Pretty Young Girl». На самом деле, кстати, в нашей стране «Pretty Young Girl» мне иногда кажется даже более популярной и более любимой публикой, чем «Юра Вумен». Пишите в комментариях, какой, по вашему мнению, самый хитовый трек из первого дебютного альбома группы, который получил название «Hot Girls Bad Boys». Альбом «Увидел свет» 28 августа 1985 года. Добрался до 20-х строчек альбомных чартов по всей Европе. Естественно, горячо был воспринят в Германии, Австрии и еще в отдельной стране, в холодной-холодной «Суоми» к «Bad Boys Blue». С самого момента их рождения любовь в этой стране к коллективу была просто выражена первыми строчками хит-парадов. И, кстати, альбом «Hot Girls Bad Boys» был единственным альбомом «Bad Boys Blue», который был перевыпущен даже в Японии. Коллектив стал пользоваться неимоверной популярностью. Был на всех радиостанциях, был приглашаем во все телевизионные шоу. И, естественно, нужно было продолжать. И Тони Хенрик, соответственно, тоже стал искать для себя какой-нибудь поддержки технической, для того, чтобы группа звучала максимально современно. И вот здесь появляется у нас еще один серый кардинал «Bad Boys Blue», серый кардинал и участник всего проекта – Ханс Юрген Фридц. Это, в общем-то, арт-рокер, который много чего записывал, был достаточно известным студийным клавишником и аранжировщиком. И, собственно говоря, его Тони Хенрик и привлек к тому, что нужно было как-то дать какую-то более современно звучащую нотку в «Bad Boys Blue», держаться на соответствующем уровне продакшена. И он присоединился к команде «Bad Boys» и к «Канад Рекордс». И надо еще отметить, что он внимательно отнесся к тому, что происходило на музыкальном рынке. И первым синглом с нового альбома группы стала композиция «Kisses and Tears». Увидевшая Света на 1986 году, она достаточно активно забралась на 22-е место германского чарта и на 11-е место финского и австрийского чарта. Песня была очень тепло воспринята публикой, в ней чувствовалось осовремененное звучание коллектива, которое, правда, местами стало напоминать один западогерманский дуэт по построению форм припевов, использованию высоких подпевок и так далее, и тому подобное. Но в этом, я думаю, не было ничего такого суперстрашного. Суперстрашные заимствования у группы будут чуть дальше, и мы расскажем о них чуть позже. Тони Хенрик понимает, что по европейскому рынку коллектив прошелся, по азиатскому рынку, в общем-то, тоже, и нужно было как-то попасть в Америку. Для того, чтобы попасть в Америку, нужно использовать, соответственно, стандартные все способы, которыми становятся популярными за рубежом, на, так сказать, другом континенте, за океаном. И самый стандартный способ, который использовали все американские продюсеры и всегда, это нужно, чтобы группа сделала кавер на какой-нибудь стопудовый американский хит. Такой кавер был и, соответственно, на втором альбоме Bad Boys Blue. Это была композиция Love Really Hurts Without You. Это был кавер на хит Billy Ocean 1976 года. Кавер хороший, интересный, и песня классная, но необходимого, так сказать, эффекта она не достигла. Хотя в предстоящий альбом Bad Boys Blue продюсеры заложили помимо Love Really Hurts Without You и кавер еще и на одну вещей из Фила, Спектра и группы Ronads, которая так и осталась просто альбомной композицией, и сингл на нее не стали делать, потому что вот идея с каверами и прорывом на американский рынок не сработала. А дальше третьим синглом группа выпускает потрясающий танцевальный боевик I Wanna Hear Your Heartbeat, который мы с вами горячо любим в исполнении авторов и часто спотыкаемся, когда слышим вот это произведение. На все вопросы к великому советскому российскому композитору Олегу Газманову, как же ему удалось написать такой прекрасный проигрыш, он обычно не отвечает. Напишите в комментариях, заметили ли вы сходство между проигрышами этих двух прекрасных композиций. Кстати, у моего большого друга и коллеги Николая Крупатина есть даже в его ролике, посвященном Bad Boys Blue, есть более подробная история из его личных воспоминаний о том, как создавался вот этот трек I Wanna Hear Your Heartbeat и о том, как Олег Газманов объяснял или не объяснял, собственно говоря, похожесть. Поэтому посмотрите ролик на канале Николая. Николай, большой привет! Канал называется «Откуда ноты растут», ссылка будет в описании. Ну и так, собственно говоря, три прекрасных сингла вывелись в новый альбом группы, который назывался «Heartbeat». Помимо всех треков, вышедших на синглах, то есть альбом достаточно ровный, интересный, на новом, так сказать, качественном уровне сделанный. И мне он, допустим, нравится не только с сингловыми вещами, но и, допустим, вот этой второй по счету композиции на альбоме. Надо отметить, что альбом вышел 19 октября, и дальше, в общем, была такая, на протяжении нескольких лет, была традиция, что альбомы Bad Boys Blue выходили именно в октябре каждого следующего года. А мы с вами плавно перетекаем в следующий 1987 год. И вот, и в этом году коллектив Bad Boys Blue тоже ждали определенные внутренние перемены. Ханс Фридс, будучи большим техническим специалистом, принялся перестраивать приобретенную компанией «Коконат» студию. Надо отметить, что первые два альбома Bad Boys Blue писались еще не на своей студии, еще «Коконат» своей студии не было. В процессе она была приобретена. Ханс занялся полной ее перестройкой, переделкой для того, чтобы качество производимого на ней контента было максимально приближено ко всем мировым, собственно, стандартам. Ему это удалось. Более того, из аранжировщиков Ханс еще и переквалифицировался дополнительно в соавторы некоторых треков, если не ошибаюсь, остался автором трех композиций с будущего альбома группы Bad Boys Blue. Очень часто бывает так, что какая-то композиция на альбоме коллектива или его какой-то следующий сингл звучит таким образом, как будто он должен был быть на предыдущем. Вот такое пост-дежавю, когда ты слышишь эту песню, понимаешь, что она решена по всем лекалам только что звучащего альбома. И первый сингл с предстояющей новой пластинки, это был трек «Gimme, gimme, you love it», который вот как раз был решен в стилистике 1986 года. Хотя при этом я эту композицию люблю очень сильно. Именно в припеве этой песни слышно, как Тони Хенрик и Ханс любили и внимательно смотрели за всем тем, что происходит на танцевальной эстраде европейского континента. Сингл пользовался определенной популярностью, но не взорвал продюсеры, размышляя над тем, какой шаг сделать вперед, какие сделать изменения. То есть, они, во-первых, сделали изменения аранжировочные, и звук стал более популярным, более гладким. То есть, они поняли, в каком направлении нужно двигаться. Также постиг коллектив и постигли, скажем так, вокальные перемены. Во-первых, вместо Тревора Тейлора новый сингл на альбоме, это сингл «Come back and stay», был исполнен Джоном Маккинери. Джон был выдвинут вперед в качестве основного вокалиста, а Тревор Тейлор был отставлен немножечко назад в качестве бэк-исполнителя. Очень часто объясняют это совершенно, скажем так, по-разному. И в том числе не только продюсерскими задачами, но и тем, что коллектив «Bad Boys Blue» был больше ориентирован на белую публику, и нужно было, чтобы вокалист был соответствующим. И тем, что у Тревора Тейлора был очень достаточно сложный характер, и он много спорил с Тони Хенриком о том, как делать, что делать. И, собственно говоря, поэтому тоже акцент с него был перенесен на Джона. Ну, я могу сказать, что если бы это не сработало, вполне возможно, что Тревор вернулся бы обратно на первую линию. Но поскольку первый же сингл, это сингл «Come back and stay», записанный с участием Джона Маккинери в качестве основного вокалиста, стал таким популярным хитом, это, в общем-то, закрепило его место как фронтмен коллектива. Более того, в группе на первом плане появляется еще одна участница. Да-да-да, я не ошибся. Это, во-первых, именно участница, а во-вторых, именно основного лайн-апа коллектива. Не бэк-вокалистка, да, а именно четвертый участник «Bad Boys Blue» Ли Ан Ли, потому что она присутствует, собственно говоря, и на обложке предстоящего нового альбома, а на обложку, простите, кого-либо просто так не ставят. На обложке мы ее видим. О Ли Ан Ли у нас есть много интересных рассказов, потому что это ее вокальное появление, впоследствии сделает из нее определенную звезду, а главную популярность впоследствии ей подарит еще один выпускник студии, как она, трекерс Дэвид Брандес, у которого у нас тоже был отдельный ролик. А Ли Ан Ли впоследствии станет главным голосом Евродэнс проекта «Эротик». А пока она исполняла, так сказать, вокальные партии в новом сингле «Come Back and Stay» группы «Bad Boys Blue». Все бы было хорошо, если бы мы с вами даже вспомнили, что вот как же Газманов в предыдущем альбоме сделал такую вещь нехорошую. Все бы было хорошо. Но несколькими месяцами раньше, в том же 1987 году одна британская группа выпустила сингл. Вот с этой песней. А потом появляется «Come Back and Stay». И большое количество просвещенной публики нашло много-много общих черт между этими двумя произведениями. Да, ложечки-то вернулись, а эмоциональные восприятия остались. Конечно, никто, никаких судебных процессов по этому поводу не было. И многие, так сказать, вы слушатели, также напишите в комментариях, слышите ли вы подозрительную похожесть этих произведений или не слышите. Но как бы Bad Boys Blue остались при своих, Bad Boys остались при своих. Альбом, записанный уже непосредственно на новый Коконат студия, увидел свет точно так же осенью 1987 года. Назывался он Love is no crime. Помимо двух выпущенных синглов, я бы отметил на этом альбоме еще и приклашенную композицию, которая называется «Шарлин». Как я уже неоднократно говорил, что у каждого танцевального продюсера должна быть своя CC Cage, то в Стане Коконат Рекордс на тот момент это была певица под псевдонимом Роксан. И, соответственно, первый ее сингл 85-го года это как раз и была эта композиция «Шарлин». В 87-м она была перепета и вошла в альбом Bad Boys Blue. Надо отметить, что впоследствии еще разные какие-то композиции, написанные и созданные на Коконат Рекордс, исполнялись исполнителями лейбла в разных версиях. Были и пересечения между Bad Boys Blue и Silent Circle и другими какими-то коллективами. Напишите в комментариях, какое исполнение «Шарлин» оригинальное, женское или в исполнении Bad Boys Blue вам нравится больше. Альбом традиционно попал на 20-е строчки чартов. Был горячо любим в Финляндии, Австрии и Германии. Но, к сожалению, это стало последней как бы вехой классической работы Bad Boys Blue. Классической в том плане, что Тревор Тейлор окончательно ушел на второй план. Но для того, чтобы он смог разорвать... Вообще-то у него было желание покинуть коллектив Bad Boys Blue, то у него был контракт. И, собственно говоря, по этому контракту он еще два года в качестве бэк-вокалиста находился в составе коллектива. Вот такая вот история о классическом периоде творчества Bad Boys Blue. Первых трех альбомах, которые переизданы нами на машины рекордс, переданы непосредственным участием лейбла Коконат, откуда, собственно говоря, были получены оригинальные оцифровки мастер-тейпов всех альбомов Bad Boys Blue. В принципе, так получается, что мы переиздали практически всю дискографию. К альбомам Bad Boys Blue мы, в общем-то, подошли к новым переизданиям с большей, скажем так, душой. Альбомы вышли в разворотных конвертах. Мы воспроизвели исторические разные статьи, которые вкладывались в качестве промо-материалов сами издания и также использовали большое количество архивных фотоматериалов для того, чтобы издание выглядело более качественным и привлекательным. Если вы хотите приобрести пластинки, выпущенные нашим издательством, традиционно ссылка в комментариях под видео. Также, если вам нравится все то, что мы делаем, ставьте лайки, жмите колокольчики, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о наших видео и наших пластинках своим друзьям, коллегам, родственникам, знакомым, подругам, всем, кому пожелаете приятного времяпрепровождения на нашем канале с нашими историями и нашей музыкой. А с вами был Макс Кондрашов. Это был канал Машина Рекордс. До новых встреч. Пока. Пока.